всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на своем канале сижу и перед вами такая в неглиже без бровей и вы поняли да тему сегодняшнего видео мы поговорим о бровях о том как их я оформляю сама в домашних условиях без всяких салонов и дело так достаточно много лет немножко предисловия то есть раньше да я в основном ходила делала маникюр и тут же делала брови но не всегда совпадает мнение мастера с вашим мнением на ваши брови вам делают либо тонко либо толсто либо ярко либо блекла в итоге я по моему перестала ходить делать ногти то ли забеременела то ли что я уже не помню и ради того чтобы сходить покрасить брови конечно ездить другой район города достаточно проблематично поэтому я купила себе краску для бровей и решила попробовать дома я не ошиблась мне очень понравилось я влюбилась в эту краску меня многие спрашивают чем же я пользуюсь это эстель энигма написано краска для бровей и ресниц здесь был целый комплект но я уже все потерял у меня потерялась там плошка специальная палочка для нанесения краски но сама краска и вот это вот проявляющие эмульсии это умница осталось поэтому я просто пользуюсь каким-то с подручными вспомогательным материалом в общем сейчас все покажу я крашу брови двумя способами поэтому я вам продемонстрирую на 1 1 способ на 2 2 надеюсь что вам будет это полезно и вы тоже будете экономить свое время и деньги если вы хотите конечно кто-то просто любит ходить по салонам и делать какие-то процедуры в общем давайте скорее перейдем к покраске потому что я уже два месяца не красила брови для того чтобы показать вам как я это делаю снять видео готовится это все на самом деле элементарно если вы покупаете такой комплект сразу же краска для бровей и ресниц там есть инструкция сколько вам нужно смешать для получения нужного цвета массы подбирайте вы цвет конечно же под свой цвет волос берем саму крем-краску выдавливаем колбаску а далее берем проявляющую эмульсию 6 процентную и обычно я добавляю одну вторую все это тщательно перемешиваем ждем хотя бы минутку чтобы все это схватилось и начинаем наносить нашу краску на какие я могу дать вам советы если у вас уже рука набита так сказать и вы уже знаете форму свою свои какие-то недостатки асимметрию или еще что то тогда вы можете сразу же наносить краску а если же вы боитесь накрасить по своему контуру и боитесь какой-то симметрии или что неправильно получится я советую вам взять карандаш это может быть любой карандаш некоторые любят белым рисовать некоторые черным мне сейчас на без разницы и что мы с вами делаем то есть ну все знают это правило мы проводим от крыла носа через внутренний край глаза и ставим точку примерно так делаем то же самое с другой стороны вот так вот выглядят наши точечки до бровки а далее мы смотрим изгиб опять-таки всем известное правило через крыло носа зрачок и на брови это будет ваш изгиб вот таким образом и заканчивается бровь там где мы проводим линию от крыла носа к наружному углу глаза и это будет наш кончик вот что у нас с вами получилось а далее если вы хотите какую-то конкретную форму бровей то тогда вы можете ее прорисовать то есть вы можете прямо нарисовать контур этим же карандашом но для наглядности я вам сделаю как это рисуется вот как то так смешно это получилось что хочу еще посоветовать я конечно понимаю что связи с новомодными тенденциями все хотят толстые шикарные густые брови но хочу вас предупредить что вот то что я нарисовала сейчас то что видите я нарисовала ровно по своему контуру то есть где у меня растут волоски а я просто их обвела да а если же у вас от природы брови тонкие будет очень смешно смотреться если вы нарисуете такую же огромную толстую бровь то есть вы не думайте что этого будет не видно это будет заметно всем и краска только первые несколько дней будет такая яркая далее она само собой будет смываться и будет заметно как будет отличаться ваша бровь от той краски которая находится вокруг поэтому мы прокрашиваем как бы получаются свои волоски чтобы ваши волоски были более темными заметными и те волоски которые светлого цвета выгорели или просто они растут светло чтобы они также стали более выражены и так дальше мы переходим к двум способам которым я пользовалась раньше это я покажу сейчас и так как я делаю чаще всего сейчас это быстро натурально в общем давайте обычно я беру вот так вот зеркальце с пимпочкой видно да берем палочку это может быть любая палочка у меня моя палочка сломалась вот такая вот она была стеклянная ее кто кое-кто разбил и этой палочкой мы начинаем прорисовывать нашу бровь наносить краску если во время нанесения у вас произошли какие-то неудачи то вам поможет вот это вот незаменимая просто вещь палочка все на одну бровь мы нанесли краску сейчас будем смотреть второй способ который для меня сейчас более быстрый и простой уже давным-давно всем известно что старые туши выкидывать не нужно потому что можно использовать щеточки помыть их и использовать по назначению я беру вот такую вот щеточку как вы видите я уже ее использовала и что мы делаем мы делаем вид как будто бы мы красим наши брови опускаем в краску и расчесываем в общем то все как вы видите даже выглядят на бровях эти способы абсолютно по-разному сейчас конечно же мы подождем около 15-20 минут и будем все это смывать посмотрим результат от себя я могу сказать что данный способ подойдет больше для девушек у кого наверное менее густые брови больше таких залысинок и хочется сделать зрительно их более объемными то есть тут помимо того что прокрашивается бровь прокрашивается еще между волосков да в этом же способе в этом случае прокрашиваются можно сказать исключительно ваши волоски и кожи практически мы не касаемся так ну что я думаю пора смывать эти брови они то я уже достаточно долго смешу вас перед камерой в таком виде давайте посмотрим что получилось вот в принципе все как вы можете видеть результат это то что я вам говорила данным способом бровь получается более толстая и яркая а если у вас уже брови густые и богатые такие то вам в принципе подойдет быстрый первый способ как видите он выглядит более натурально как будто бы вы в принципе ничего с бровями не делали но волоски все таки стали ярче ну и если вы свои брови оформляете и выщипываете то можете сделать точно так же по способу когда я вам показывала данные точки и сделать коррекцию бровей я же пока на данный момент брови не выщипываю только какие-то очень видные пенечки там да или как называют потому что у меня впереди есть один небольшой план которыми я поделюсь с вами позже по поводу бровей и я их отращиваю я надеюсь что это видео было для вас интересно и полезно и те кто хотели узнать как же я окрашиваю свои брови дома что же с ними делаю я с вами поделилась если вам было это интересно ставьте конечно же пальчик вверх пишите внизу в комментариях как вы оформляете свои брови может быть у вас есть какая-то любимая краска для бровей или же вы предпочитаете это делать в салоне мне интересно будет почитать а вы оставайтесь здоровыми красивыми и счастливыми пока пока